77 лет назад произошло событие, которое разделило жизнь миллионов жителей Советского Союза на до и после. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня по всей стране прошли траурные мероприятия. В Чебоксарах возложили цветы к монументу славы в память о погибших солдатах. Каждый шаг по брусчатке словно удары метронома. Это символ памяти и почтения павших на войне. Великая Отечественная пришла в каждый дом, в каждую семью. Она не пощадила никого, ни стариков, ни детей. Ивану Никитину было всего 13 лет, когда он услышал по радио голос Левитана. Он маленький какой-то приемник был, ухли слушает. Вот это я включил, да, и все собрались. Я им не могу даже, и говорил. Война начала, так-так. Все испугались, плачут, портят народ. Вот, потом уже все молодежи начали в армию собирать. Мои отец тоже собрали. У меня даже лошадка была, шрифка. Шрифка. Вот, его тоже собрали. Я прям плакала. Хорошо помнит этот день и Петр Теплов, что в воскресенье должен был состояться школьный выпускной вечер. Теплый, красивый, ясный день был. До этого в колхозе поработал, до обеда. Вернулись все на обед, нам совет, сельский совет, быстрее. Давай быстрее в сельский совет. Говорят, война началась, давай никуда не ходить. Без нашего разрешения никуда. Калининский фронт попал. И вот великие луки освобождали. Страшно холодно было тогда. Как выдержали, я сам не знаю сейчас. Выдержали и выстояли. Но какой ценой? В боях, концлагерях, тылу и от голода погибли почти 27 миллионов человек. Почтить память погибших пришли сотни людей. Среди них были те, кто знает о войне только из рассказов. Дети. Я знаю про войну, что там очень опасно. А я знаю про войну, что там пускают огонь противники, убивают других. Мы сегодня сюда пришли для того, чтобы сохранить память бабушек, дедушек, умерших на войне. Никто не забыт, ничто не забыто. Море красных гвоздик тому подтверждение. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.